сегодня мы переехали на другой участок здесь другое дно другая тактика другая рыбалка в основе ее конечно же клееный опарыш и задача поймать трофей самая большая ошибка рыбаков то что не думаю что вчерашняя рыбалка повторится опа держите фрикцион 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 и клипсу если что снимать есть не ну да это такой полторульник железный наконец-то вот леща на как леща мелочь дыбает не останавливается даже сидит какая-то насадка крупнее давай такой даже в саду просто не понимается правда компактная рыбалка рыболовный привет вы на канале страшная рыбалка с вами алексей страшный мы на дисне в охоте за трофеями сегодня мы переехали на другой участок здесь другое дно другая тактика другая рыбалка в основе ее конечно же клееный опарыш и задача поймать трофей будет а яс будет а лещ рыба за два наша мечта с вас лайк этому видео мы начали рыбачить чуть-чуть укрупняемся алексей но ненамного я сейчас попробую покидать на милях все время хочется эксперимента вообще отлично есть возможность сегодня то просто как ты там знаешь что вот там должна быть рыба а здесь ты как бы не знаешь и идешь по пути рыба или там ну там шкребе все кто-то не могу понять наверное рыба себе там себе ну еще и неплохая кто здесь ну пусть а не плотно вот его прикол просто сейчас здесь напротив образно ну каких-то там полтора может метр семьдесят даже есть а раньше вот туда куда я где-то забрасывал сейчас там ходил мужик может поэтому и камни не видно что не так еще сильно упала вода по по тому уровню десны но где мы были вот четко видно но здесь просто видно весной очень сильно вымола берег жерех примужем позавтракать на ваш клею вообще это можно повесьте там пять штук сейчас повешу что-то серьезное да но мне кажется это что немножко крупнее моей похоже на подыск в во всяком случае они ну еще не понятно но может быть плотва запутался просто монтаж и из-за этого так давайте подумаем что мы можем еще попробую заходить похоже там сразу ну что ли вы ставили подле Я густера. Такая красотка. Так, в садок кидаем. Вот такой небольшой, как показался сразу. По поклевке подустик должен быть. Сам отпустился. Самая большая ошибка рыбаков. Слушай, не думаю, что вчерашняя рыбалка повторится. Аналогично у нас была одна история. Мы сейчас приехали. Сколько прошло? Ну неделя, да? Меньше чуть-чуть. Меньше нужно. Да. И все. И тут уже и другая рыба. И другой клев. Другая дистанция. На секундочку. Так это же, ну, момент. Может, тогда лещи как-то проходили были, не знаю. Активные были. Активные были. Это была попытка упадуста. Дай. Угу. Идет. Дринь, 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 дринь. Дринь, дринь, дринь. Не, так еще что-то прям... Бьется там, да? Ну что-то... Да, еще не маленький кто-то. Что-то такое, да. подустик то давайте его подсохнуем мы его сейчас красивый держите как сработала нарезочка просто подтягивайте аккуратно очень аккуратно фрикцион 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 и к лицу если что снимать будете идите вниз идите вниз главное что в камни не попал я понял я так держу его да есть я за вами идет по верху а кто там такой ну хоть покажись кто ты там или подуст или голланд есть такой хороший стояли там ждали нарезочку ждали нарезочку под берег его под берег есть отлично вы видите реально нарезочка нарезочка и сразу клевочон два часа сидели они там стояли они сто процентов там там стояли еще даже кормушка не вымылась этих не успела нет ну это такой типа ничего страшного вторая попытка снимайте дальше второй лезь второй лезь второй лезь второй лезь екшен так давайте может подсадить давайте вы камеру а я подсадку просто вот ее держите она включена все оп не ну да это такой полторульник железный наконец-то наконец-то вот леща как леща за верхнюю губу два два парика сидели практически два часа ждали этой счастливой поклевки поняли что нужно что-то менять и сделали прикормку с нарезкой и буквально на первой минуте сразу же на первом забросе на первом забросе на первой минуте сразу же вот такой лещ все ложим кабана в садок пошел то есть просто клееный опарыш он не дает этого он на него приходит он его есть но он прям вот не дает этого наверное какого-то сигнала быстрого к питанию он может там ну подедать его опарыш а вот именно на насадке вот они там весят там пару штук этих висит не знаю может наоборот или пучок или на один наоборот идеально один с мотылем кстати кукурузку сейчас можно тоже порезать можно здесь знаете сделать такой корм очень мокрый с кукурузой прямо там лежал с кукурузой сейчас я возьму еще нарезки потому что я думаю что в этом весь типа прикол опарыш улетает а он может типа рассосредотачивает внимание его а когда вот из кормушки прямо оно отрывается выпадает опять подлезь так слушайте это какая-то это магия резаного аппарата нет у него этот сигнал от питания получается сейчас кстати спрей можно попробовать в этом ключе как активизировало сразу да то сидели ничего даже не обсосов не было придавленности так я предлагаю сразу туда вот так вот да 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 сверху вот выливайте по всему этому да а мы просто будем там и сейчас туда кукурузу да можно но я бы я бы ее порезал и отдельно подавал бы да да и ну чтобы мы вдруг оно отпугивать я сомневаюсь конечно вот так выбираем самого красивого пухленького вот желтенького такого вот его чулочком оп и вот такого вот еще красавчика одного беленького одного желтенького три штучки одену ну как вам сказать нормальная глобальная белоглазка так я сейчас тоже следующую брушу клейку желтого печи подняла там кто-то там кто-то есть еще типа не не самая мелкая белоглазка какая-то подустим вот такие вот подустики нас радуют своим упорством мы решили подрезать немного уже просто вот был практически фол последней надежды решили подрезать немного опарыша замешать прикормочку и проверить ну принесет ли это что-либо одно дело ощущение а другое дело как бы понимание и с первого же заброса у Андрея сразу такая загибака явно здоровенная рыба мы пошли вниз по течению там ее подсачили это такой лещ ну на вскидку по двуху но как обычно он у нас в садке мы его взвесим и померяем дальше мы начали работать с прикормкой получили раз два ну три или четыре там небольших подлещика буквально вот сразу забрасываешь там 20-30 секунда поклевка и после этого такое затище и опять мелкая рыба начинает дзыбать дзыбать это все логично потому что мелкая рыба она приходит на прикормку когда мы кормим клееным опарышем этой всей шелухи вот нету она не летит опарыш просто там как-то прыгает так по дну ну в моем представлении и на него приходят только большие рыбы и мы сейчас приняли решение чередовать кормление клееным опарышем с ловлей с кормом просто корм можно очень очень сильно забить очень так конкретно вместе с кукурузой вместе с резкой и как бы ждать леща но для того чтобы он клюнул и клюнул быстро его нужно туда поставить вот и для этого мы сейчас занимаемся ловлей наклейку сидит 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 как они уже и мелкие кто-то по поклевке похож на этого самого на подрустика на подрустика да да какая-то густера нам бы еще нельзя с головлем поймать вообще было бы хорошо о Алексей 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 тихо 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 есть да типа будет с другой стороны от вас ну ничего страшного давайте я пойду сейчас там его встречать жалко причем ну я думаю что он сошел где-то посередине ну ничего главное не на точке да минуте на второй получается оклевало прям вообще я как-то так краем глаза ну не нормально оклевало классически так придавливало там явно такая ну лещовая была кто там густер покрупнее чем эта густерка даже плывет или может быть потому что кормушка не вымылась еще не будет я думаю подушек ну такой я вам даже скажу можно в пацатчик выбрать можно и не брать еще рассказываю что-то ты посмотри дайте мне клееного опарыша сколько можно кормить меня всякой всякой истории такой сколько можно надо меня кормить да меняешь что-то на сразочке сразу есть реакция правда просто стоит обессмотрит ей надо какая-то смена осенью когда я еще ну не знаю там есть рыба или нет вот бывает там сидишь до 10 до 11 вообще без единого клёва вот я чувствую я вот понимаю что где-то может он и есть но холодно уже непонятно я кормился кормился и в какой-то момент вот они приходили красавчик не чувствую есть 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 поплыл блин где-то в камни зашел если он сидит вы отпустите отпустите просто слабину давайте не чувствую просто сидит а теперь попробуйте потянуть блин по-моему нету наверно срезался да не есть есть так сейчас я две секунды тут небольшой нет тут небольшой она застряла просто и так казалось подус наверное думаю да но клевал он так прямо рьяно клевал просто камушка полный еще и полная корма полная корма и застряла чуть-чуть ну это такой пока самый большой не 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 это это релиф давайте его в потатик возьмем давайте прикольная рыба в нем просто слабые губы достаточно оп готов 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 я здесь когда на полтора килограмма поймал оп ну так такой отлично он очень похож на подуста только у подуста рот вниз а у этого гуля видите какая прикол покажу Никите потом репса скажу сует свой нос куда не надо ему дали по носу видишь какая у него гуля есть скажу это рыба которая очень много интересуется и сует свой нос везде хороший рыбец причем клюнул он так не то что сильно прям как 3 килограммовый лей вот отличие рыбца от подуста видите во-первых нос такой рот тоже такой вниз запущенный но вот эта гулька реально его выдает бойкий до неимоверности еще наверное более бойкий чем подуста такой вот красавец как SIDETTU SIDETTU SIDITS или кто-то что-ли кто-то сидит или кто-то как будто опять кормушка полная нуolnx кто-то сидит Так, подсосить ее можно, чтобы не ломануть фидер. Кормушка вообще не вымывается. Не, ну она типа пахнет, и я так понимаю, что, так я вам его ввести чуть-чуть, чтобы не зацепилось, густероид, такой прям. А ну вот сейчас одену одного опарыша, не такой конечно маленький крючок, как для одного опарыша. Тут все дело в том, как далеко вымывается клейка. И где стоит рыба, вроде и кормушку там закрыли по максимуму, да, но... О, на одного опарика он тоже что-то, дрипс, дрипс, дрипс. Не сильно и маленькая, хорошенькая какая-то. Так, вы попробуйте продолжать ловить этим, с прикормкой, а я сейчас поставлю длинный поводок и половлю наклейку. Рыба стоит, мы взяли крутецкого такого леща, около двух килограмм весом. Потом была одна хорошая лещовая поклевка, но мы ее пропустили. И сейчас занимаемся тем, что подбираем ключик к рыбе, которая явно стоит на точке. То есть у нас лещи и подусты там просто клубятся, но клевать они там вот в заброс на одну и ту же тактическую схему не хотят. Лещей нам принесли нарезка опарыша с прикормкой. Это было вот настолько прям ярко видно, то есть мы только забросились. Лещ, подлещик, подлещик, лещ, ну маленький лещ. И все. Далее мы начали чередовать клейку ее с прикормкой. На прикормку приходит мелкая рыба и она не дает ловить и ждать леща. Потом клеим, потом используем прикормку. Клеим, потом используем прикормку. Пока так. И кто здесь? Подлещик. Да, сейчас берем. Подсачи, берем, 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 берем. То есть ему нарезка нравится просто явно? Да. Ну, там прям властный властный. что стоят у вас а у меня какой-то дыбчик был и все дыбчик у меня не взял а вот мы сейчас прям ядрёно вождь сделаем а у вас сотка или сто двадцатка черная вот это да есть сто двадцатка есть и сотка есть вот сто двадцатку наверно можете дать? да да я сейчас сделаю эту рыбий разрыв у нас есть животина и у нас не так много времени я хочу сейчас типа экстренно кормануть овер много как говорят а вы говорите Алексей не клюёт да вы этот по-тихому на судака да да так это у нас весь опарыш все что осталось да? так клейка весьма такая легенькая видите хорошо распадается дальше смесь яркого живого клеющегося это наша смесь для закорма и комбинация закорма и клейки в нашем понимании должна дать результат да как будет посмотрит должно быть где-то 20 с чем-то оборотов да 20-21 итак солнце поднялось клёв прекратился жереха начали немного прыгать так более интенсивно чем утром но рыбу как будто сдуло если утром было четкое ощущение что там кто-то есть сейчас уже я начинаю сомневаться мы даем клейку мы попробовали закорм с опарышем который бы летучий который бы приманил рыбу издалека пробовали короткие длинные поводки все это ситуативно давало ну какой-то там контакт с рыбой но он был ну разовый то есть условно каждая история работает там один-два раза и больше никак сейчас перешли на клейный опарыш у нас его немного осталось и мы его хотим выкормить позволив и рыбов накормить и поклевку получить ай папа я уже буду садись мне на колено не-е-е 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 а я тут сам давай сейчас я заброшу новую хорошо кормушечку а я сам тут буду сидеть и что у меня больше платформа и что у меня больше а а а а у меня а у меня уа-а а никит сейчас рыбка не будет клевать надо пойти посмотреть на косу с папой мы с папой пока покормим без тебя не ловится да никитка без тебя рыба не ловится сейчас покормим ее и вы придете и поймайте полинка ты видела вот там вот смотри вон за кустом затем полинка а ну а ну идите мама видела куда они попрыгали за те кусты попрыгала мама мама бихи посмотри снимаем второй такой маленький подкол малышей мы повесим на крючок большого огромного леща и они его будут тянуть никитка папа забросил он уже удочку может посмотришь может клюнет то зайца вы пропустили чтобы рыбу не пропустили так ладно я то пойду тогда поищу пляж посмотрю а я пойду поищу пляж какой-то хорошо что давай давай быстро хватай видишь как на тебя рыба вишки я тебе говорил надо подождать было немножко давай 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 бери бери удочку так давай 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 стой 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 давай я пацанчик возьми или ты в пацан будешь заводить я давай держи а я возьму пацан хорошо не поднимаю высоко не поднимай не поднимай не поднимай не поднимаю заводи заводи в пачек заводи заводе что я не умею рыбачить стой 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 вот так вот сделай оп все давай смотри какого ты поймал это еще больше чем вчера что сфотографировать тебя с такой рыбой нет нет не будешь фотографироваться ты хочешь взять и ну ты рыбу поймал держу ухты фальсификация века продолжается лечь на крючке малыш на готове сейчас будем смотреть на его неподдельные эмоции тихо пожалуйста она точно у тебя на крючке дань как не шевелится смотри кончик шатается давай подсекай подсекай бегом я тебе даю крути а ну посмотрим давай вот так смотри вот так тяни тяжело а ну кто там а ну смотри тихо 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 не спеши не спеши сейчас папа будет в воду лезть за рыбой какая рыба большая да так а ну давай чтоб ты ее поднимаешь не ой глянь какая она большая папа подсачивает да да так а ну даня ну здоровый дань это по моему еще больше чем вчера да так а ну давай да точно такая же только у меня чуть-чуть побился нет 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 рыба задирает давай покажем рыбу это папа тебе удачно прикорнил да? хорошая какая рыба потрогаешь ее? нет нет я не хочу ее отпускать нет мы ее в садок положим стой здесь стой ровно красиво хорошо папа это я поймал эту рыбу да и она моя я ее хочу даже котик одну маленькую для котик нет котики вчера поели рыбку вы их взяли пару густирок сегодня все а я для бабули вы пускай ой как прыгала да давай выпускай выпускай нет можно так не бросать можно сюда выпускать давай вместе давай смотри нет 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 пап я ходил малыш давай глянь как красиво плавает рыбка выпускаю нет видишь выпускай всех давай давай нет пап я хочу маленькую Данюш давай смотри я хочу маленькую зу пап я хочу маму маленькую о дивись это маленькую да ну что рыбалку закончили своих лещей поймали сейчас едем купаться всем желаю спокойного дня всем желаю ловить рыбу клеить не дурака опарыша наслаждаться моментом и ловить осенние дни когда рыба на десне просто сходит с ума всем пока а что там 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 Субтитры создавал DimaTorzok